Формула урожайности и увеличилась высота растений. Ну и что дает азотная подпормка? Здесь показан вариант, когда мы достигли наибольшей урожайности по подсолнечнику. Подсолнечник характеризуется тем, что здесь недостаток, мы имеем азота, и вот здесь прибавка по сравнению с контролем, мы получили на 2,5% больше протеина, то есть из фуражного зерна оно перешло в ценное. Урожайность повысилась на 39 центнеров. Урожайность была достигнута за счет увеличения практически вбоя продуктивного колоссостроя. количество зерен в полосе практически не увеличилось. Елкость ценоза примерно на 10 тысяч зерен на квадратных метров увеличилась. И несколько снизилась масса тысячи зерен за счет того, что площадь питания была меньше для растений. Но здесь мы получили на 1 килограмм азотного удавления в мячной селитре 1 килограмм зерна прибавка. Если взять более современные сорта, такие как Победа 75, то мы здесь получаем уже более высокую прибавку урожайности, почти 5 тонн зерна с гектара. И здесь мы имеем прибавку эффективности подкормки уже почти 16 килограмм зерна на килограмм аммиачной селитры. Если сравнить стоимость мячной селитры 3 центнера, это если по 23 рубля с МДС 6900 рублей на гектар, и стоимость дополнительной продукции до умельчения урожайности, и урожайность не просто увеличилась, но и зерно из фуражного перешлова ценное, то есть мы получаем 69 730 или 1 в 10 в среднем по опыту, и по Победе 75 мы получаем 82 020 дополнительной продукции, получаем или на 17,6% больше, чем в среднем по опыту. Но это такие результаты мы получаем в идеальных условиях, когда вот именно такие предшественники, если мы правильно реализовали, рассчитали дозы внесения, сроки внесения, порядок внесения по сортам. Ну и особенности проведения в этом году, главная задача сформировать мощную корневую систему и оптимальную надземную биомассу. Недостаточная водообеспеченность и слабые пассивы требуют многократных подкормок. Подкормки должны быть дробными, небольшими дозами. Ну и нужно, конечно, ориентироваться на дробные подкормки, поскольку шиница потребляет азот на протяжении длительного весеннего-летнего периода. Эта дробность оптимизирует потребление азота по критическим периодам и повышается эффективность использования азота. Начинать подкормки следует со слаборазвитых и изреженных пассивов, потому что им требуется больший промежуток для интенсивного внесения ухудшения и восстановления оптимального степлеиста. И начинать надо со скороспелых сортов, которые рано трогаются, просто интенсивно растут рано весной. Ну, вот здесь вот показаны примеры, когда сорта хорошо уже распустился и только начинает пуститься. Конечно, для этих пассивов костыли нужны как бы больше. И здесь, конечно, мы на это и ориентируем. Но современные сорта еще, они начинают расти уже при более низких температурах. Если раньше критическая температура была примерно 5 градусов Цельсия, то сейчас рост уже начинается при 1-2 градусов Цельсия. Поэтому в современных условиях подкормку надо начинать более рано. Ну и сама подкормка, ее можно разделить на три вида. Это первое – период возобновления весенней вегистации. Цель – повысить биомассу, увеличить количество побегов впущения, усилить корневую систему. Вторая – выход в струбку. Здесь мы формируем количество колосьев, их продуктивность, качество зерна. И третья – подкормка колошения на их зерна, на качество зерна, на оказывающие я. Здесь показана группировка сортов по спелости. Их достаточно много. Это надо учитывать и на них вносить газор в первую очередь. Ну и наиболее оцепчивость на внесение азотных удобрений – это полукарликовые коронкостепельные сорта. Поэтому, конечно, когда мы думаем о том, чтобы повысить урожай и увеличить дозы внесения удобрений, мы должны в первую очередь за счет этих сортов именно нужно проводить увеличение. Здесь показаны сорта полукарликовые коронкостепельные и которые наиболее отзывчивы на внесение азотных подкормок. оптимальный срок пройдения первой ранней весенней подкормки при температуре воздуха максимальной 6 градусов Цельсия, среднесуточность 2-3 градуса Цельсия. В этих условиях коэффициент использования удобрений увеличивается на 17-40%. Ну и рассмотрим какие признаки. Больше всего влияет первая азотная подкормка. Очень сильно на опущение, слабо на количество колосков в полосе. Этот признак здесь начинает формироваться в это время. И содержание белка и клейковины слабое. Зачастую даже эта подкормка увеличивает урожай, а качество даже падает. Поэтому требуется еще дополнительное внесение азотов в последующий период. Ну и здесь показаны ряд сортов, которые в большей степени возделываются. И здесь количество колосев, которые в опытах паспортизации были. И вот некоторые сорта, такие как Гром, Таня, они были заложены 304 сорта опыта. В этих условиях вы видите минимальное количество колосев и максимальное. Здесь кратность между минимумом и максимумом бывает 3-4 кратная. и коэффициент вариации зачастую выше 20%, что говорит о том, что этот признак очень сильно варьирует. И таким образом он в очень хорошей степени поддается на агроприемы. и агроном очень может сильно на него влиять. Ну и вот такие признаки, как колоссостой и озерненность колоса, они при промножении говорят, формируют признак на емкость циноза или количество зерен, формируемых на единицы площади. И до урожайности здесь не хватает только массы тысячи зерен. Практически этот признак формируется от начала посева и до формирования зернов после отсветения. И уже в этот период можно достаточно точно сказать уровень урожайности, поскольку масса тысячи зерен, она формируется не так сильно, в нее происходит варьирование. И вы здесь видите, что урожайность, она почти функционально связана с количеством формируемых зерен на единице площади. И здесь что важно иметь в виду? Есть сорта, которые формируют урожайность преимущественно за счет продуктивной густистости. Это в основном полукарликовые, короткостепельные сорта. Есть крупноколосские сорта с высокой конкурентной способностью, которые формируют урожайность в основном за счет продуктивности колосов и количества зерен в колосе. Здесь в этих группах надо стремиться в первой группе максимально получать более высокую продуктивную густистость, количество колосев на единице площади. Во втором случае мы должны бороться за озерненность колосов при среднем уровне продуктивной густистости. Ну и здесь в качестве примера показано, вот в прошлом году, здесь густящиеся сорта давали более высокий уровень урожайности при первой азотной подкормке по эспарцету, а крупноколосный сорта юга при второй подкормке. Но причем дробные подкормки, они, как правило, были лучше по сравнению с однократным внесением, как правило. Вторая азотная подкормка – это тоже очень важный агроприем. Обычно она примерно двое меньше первой дается, но она также влияет на количество колосев на единицу площади достаточно сильно. Если мы не дадим в это время азот, то мы не реализуем достигнутый потенциал. Количество зерен в колоске и полосе тоже в средней и сильной степени влияет. Очень сильно влияет на рост ниже первого-второго междоузля. Причем мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы эти междоузли меньше росли, потому что в урожайность они вклад меньше приносят, но в основном они отвечают за конкуренцию, и при сильном развитии урожайность падает, уборочный индекс падает, и они негативно влияют также и на полигане растений. Более верхние междоузли растут более слабо. Ну и содержание белка и клейковины здесь эта подпорка оказывает среднее влияние. Здесь показаны тоже набор сортов, но варьирование признаков количества зерен минимум, среднее и максимальное, и коэффициент вариаций здесь обычно от десяти до двадцати процентов, что говорит о том, что это средний уровень изменчивости этого признака, и мы тоже можем в очень сильной степени на него оказывать влияние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА